В связи с наступлением сезона отпусков и увеличением количества вакцинированных граждан, Еврокомиссия призывает страны-члены к дальнейшему ослаблению ограничений на поездки в пределах континента. При этом Брюссель не хочет способствовать распространению COVID-19. Еврокомиссар по юстиции разработал общее для всех стран решение. «Мы предлагаем не требовать тестирования или помещения на карантин вакцинированных или выздоровевших лиц как условия для поездок», сказал Диди Рейндерс. «Такой подход практикуется во многих странах, и он не должен зависеть от того, откуда и куда человек едет». «Мы предлагаем считать человека полностью вакцинированным для путешествия спустя 14 дней после получения им последней дозы». Еврокомиссия вводит систему светофора для путешественников. Те из них, кто прибывает из наиболее опасной красной зоны на европейской карте, столкнутся с наибольшими ограничениями, включая карантин. При желтом свете необходим ПЦР-тест, а зеленый означает «свободный въезд». Большое значение Брюссель придает введению с 1 июля сертификата для поездок, который удостоверяет отсутствие у его обладателя коронавируса. Парижский профессор европейского права не уверен, что этот документ будет применяться повсюду одинаково и эффективно. «У нас нет гарантии того, что страны-члены будут относиться к нему ответственно, поскольку назначение ковидного сертификата может толковаться ими по-разному», сказал Альберто Алемано. «Многое зависит от заинтересованности в возобновлении туризма. Мы уже видим, что кое-где первый дозы считается достаточно для пересечения границы, а в других местах, где действуют более строгие требования, власти не будут признавать сертификат без второго укола. Не думаю, что эта схема даст решение проблемы. Скорее, она будет причиной неприятностей этим летом для многих европейцев». Еврокомиссия направила эти предложения в Европейский совет. Страны-члены ЕС, скорее всего, примут их к середине июня. Но всё будет зависеть от пандемии.